У рядовых казахстанцев своя арифметика. Потребитель не очень-то любит вникать в законы рынка. К тому же цифры в отчетах у чиновников очень часто сильно отличаются от реальных прайсов. Взять, к примеру, прожиточный минимум. Сейчас это чуть больше 34 тысяч тенге. И из этой суммы всего 18 886 тенге рассчитаны на покупку продуктов на целый месяц. Что можно приобрести на эти деньги сейчас? Наш корреспондент в Шимкенте Анастасия Новикова сходила за покупками. Дорого жить, говорят казахстанцы. Чиновники уверяют, что нет. Иначе как можно с нынешними ценами на продукты установить прожиточный минимум для одного казахстанца в 34 302 тенге в месяц? При этом 55% от этой суммы, 18 866 тенге, рассчитаны на приобретение продуктов. В этот список входят 43 наименования. Есть и нормы потребления. Исходя из них, мы сейчас и закупим продукты на 30 дней и посмотрим, уложимся ли в 18 тысяч с небольшим. Поехали! Итак, начнем с хлеба. Его на одного человека должно приходиться по 105 килограммов в год или по 18 полукилограммовых булок в месяц. Забудем, что согласно нормам должен входить еще и ржаной хлеб. Он нам явно сегодня не по карману. Купим самый обычный по 80 тенге. Итого 1440 тенге. Мука пшеничная первого сорта из расчета на один месяц 480 тенге. Пачка макарон 160 тенге. Осталось 17 тысяч. Овощи. Картошка 8 кило на человека в месяц по самой низкой цене обойдется 2320 тенге. Еще 256 на лук. 864 тенге на морковь. Итого на овощи ушло 3440 тенге. Красного мяса в месяц для поддержания жизни необходимо 2,8 килограмма на человека. По 2170 тенге за килограмм оно обойдется в 6070 тенге. 680 тенге уйдет на полкило птичьего мяса. Вот так выглядит рацион для поддержания жизни казахстанца на месяц по подсчетам чиновников. Но в сумму прожиточного минимума уложиться невозможно. У нас ушло 23 919 тенге. А для того, чтобы заплатить 18 866 нам пришлось отказаться от пары килограммов картофеля, мяса, выложить фрукты и еще пару позиций. И вот что осталось в нашей корзине. Так что жить в Казахстане действительно дорого. И это мы еще не почитали непродовольственные товары. Анастасия Новикова, Блату Робеков, Информбюро, Шумкент.